Сухость и трещины кожи рук, морщины на лице, причины тому и как это исправить. Как сохранить кожу на долгие годы молодой и здоровый? Когда присутствует сухой воздух и мороз, особенно зимой, где зимы долгие и суровые, там старение кожи рук и лица идет быстрее, например, на Крайнем Севере. Тогда смазывать кожу надо жирами до выхода на улицу. Это и есть защита. Большая часть кремов вообще бесполезны в плане омоложения кожи. Питательные компоненты кремов, если они даже есть в этих кремах, не проникают через дерму. А часть этих компонентов вообще опасна, так как многие крема содержат и гормоны, и другие опасные для здоровья вещества синтетической природы, которые как раз проникают через кожу, нанося вред со временем и самой коже, и печень, и почкам, то есть нашим фильтрам крови. И такие крема, хотя и снимают симптомы быстро, например, подтягивают кожу, но не устраняют причины проблемы. И потому бесполезны, и даже вредны. Большая часть средств для кожи имеет в своем составе нефтепродукты, бензолы, минеральные синтетические масла. А это плохо, и это неправильно. О двух уникальных исключениях, то есть о лечебном, восстанавливающем геле и креме для кожи лица, я поясню вам в конце видео и оставлю ссылку под этим видео на эти две уникальные разработки ученых Новосибирского Академгородка, а также на видео об этих изделиях. Для нежной и проблемной кожи хлорированная и жесткая вода также вредна. Вопрос в том, чем вы моете руки и что вы наносите на кожу, а это очень важный вопрос. Такой же важный, как и то, что вы едите. Сушат кожу и агрессивные среды. Мыть кожу надо натуральными средствами. Я советую мыла и шампуни нашего производства, самые экологичные, натуральные. Мы их производим уже более 10 лет. Конечно, вы можете делать и сами. Или покупать химию, выбор за вами. В двух словах, наши шампуни и мыла в своем составе содержат до 15 видов разных масел, и увлажняющих, и ухаживающих, и эфиры, и более ничего. То есть даже основу мы не покупаем, и она не на глицерине, а на маслах. Аналогов этим мылам просто нет. Еще одна проблема из-за применения химических моющих средств, это замещение симбиотической микрофлоры кожи, а она есть и на коже, патогенной, из-за химии в моющих средствах и мыли, химическом. Компоненты, которых убивают родные наши симбиотические бактерии, и они замещаются более устойчивыми, патогенными. Запомните главное. Если что-то нельзя есть, это нельзя наносить и на кожу. Вот главное правило. Вот скажите, можно кокосовое, натуральное, органическое масло есть? Да, конечно, это полезно. Если биоорганик, вот и на коже его очень хорошо, не только можно, а очень хорошо наносить, это защита от иссушения кожи снаружи. Хотя главная защита от потери воды в клетках кожи, это вода. Пейте достаточное количество воды и только воды, а не напитков. Недавно на эту тему у меня было видео. Вот это. Конечно, лучше пить воду с правильными для наших клеток физико-химическими свойствами ОВП и наличие дополнительного количества атомарного водорода. Вот это видео, последнее мое на эту тему, я советую также потом посмотреть. Ссылки будут в описании. Идем далее. PH кожи кислотная. Имейте в виду 4-4,5 PH. Так как это защита от бактерий и грибков патогенных. И это правильно. Все защитные среды всех барьеров на пути попадания в организм инфекции кислотные. Например, кислота желудочного сока. И кожа тоже. Ну, в меньшей степени. Если умываться водой, подкисленной яблочным уксусом, у кого вода щелочная идет из-под крана, то это правильно. На 1 литр воды берете 1 столовую ложку, размешиваете и умываетесь. Вот почему говорили всегда, что дождевой водой полезно умываться. Потому что в дождевой воде нет солей жесткости, и она потому мягкая, и также имеет слабокислую PH. Следующая проблема. Кожа и сахар. Вот главная проблема быстрого старения кожи, появления морщин и так далее. При наличии в питании больших количеств сахаров, и речь идет не только про синтетический сахар, но и про натуральные сахара, глюкозу, фруктузу, сахарозу, содержащуюся в фруктах, ягодах и так далее. Так вот, при наличии сахаров грибки, паразиты, например, кандиды также, развиваются активно. Ну и плюс ко всему, кожа от сахаров и повышенного за ним инсулина быстро стареет. Запомните, что сахар плюс белок, то есть когда мы говорим еще о неправильном питании, не раздельном, а совместном, все подряд, когда и сахара, и белки, то возникает гликирование в процессе распада глюкозы и потеря эластичности кожи, так как конечные продукты гликирования, есть даже такое определение, старят кожу. Значит, что делать? Снизить в разы или вовсе исключить из рациона питания все сладкое на вкус. Далее, повышенное количество омега-6 и омега-9 жирных кислот и пониженное количество омега-3 полиненасыщенных жирных кислот тоже причины сухости и трещин кожи, быстрого старения кожи рук и лица. Да, дело в том, что многие масла вредны, так как содержат в своем составе большое количество именно омега-6, омега-9, а омега-3 в дефиците. И потому самые полезные в этой связи масла – это льняное, потом кунжутное, конечно, органовое, оливковое и конопляное. Мое видео про омега-3-6-9 полиненасыщенные жирные кислоты дам тоже по ссылке, посмотрите, будет не лишним. Итак, подводим итог. Причина сухости, трещин, морщин. Первое. Грибки микромицеты в организме, в том числе различные виды кандид, аспергилиус, батритис и прочее. Грибки кожи ног, ногтей и так далее. Второе. Дефицит витаминов А, Е, Д, К1, К2. Ну, в общем, жирорастворимых, в первую очередь, витаминов. Третье. Дефицит омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, особенно и в первую очередь ЭПК и ДГК. Четвертое. Сахар и все сладкое на вкус. То есть не только синтетический, но любой. Пятое. Стрессы и неблагоприятные условия среды, и вредные производства, а также любая химия в быту, ну и, соответственно, на коже. Вот я уже сказал, как реально омолодить кожу, но это еще не все. Некоторые промышленные крема, да, подтягивают кожу, но не омолаживают ее, а омолаживают тело, кожу. Надо не обмазывая ее снаружи, как многие почему-то делают и верят в это, а снабжая ее, кожу, всем необходимым, всеми важными, ключевыми питательными веществами через свое питание. Ведь помните, что любая клетка организма, в том числе клетки кожи, делятся, то есть удваиваются путем деления. А ткани омолаживаются благодаря питательным веществам, которые туда, в клетке, приносят кровь. Наша уникальная жидкая соединительная ткань. Поэтому в питании вашем не должно быть дефицита чего? Во-первых, жизненно важных витаминов, минералов, жирных кислот. Но давайте по порядку как бы подведем итог вот с этой стороны. Что надо в идеале есть? Какие супердобавки? А в наши дни это просто жизненно необходимо, так как пища, даже органическая, в наши дни, имеет дефицит, в первую очередь, микроэлементов. Если вы не в курсе, не в теме почему, посмотрите мою лекцию «Лес и почва», где я подробно это объясняю. Итак, не обойтись без следующего. Первое. Спирулина плюс хлорелла. Чередуйте их. Это уникальный природный питательный состав. Вся группа витаминов В. Это и витамины А и Е, как раз необходимые для кожи. Это многие минералы. Ну, в общем, это я рекомендую. Этому посвящены некоторые мои видео. На них ссылки в описании я оставлю. Второе. Фукус в гелеобразной форме натив. Это уникальная водоросль, но только не сухая, это бесполезно, а именно для усвоения всех необходимых важных питательных веществ. Вот именно в гелеобразной форме натив. Третье. Уникальное масло 4 в 1, где в составе и витамин D3 полученный из лишайников, то есть не синтетический, а натуральный, плюс витамин К2, плюс некоторые ферменты, плюс омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Четвертое. Дикоросы. Такие как сныть, крапива, лебеда, лопух. У нас они, если вам лень, некогда, нет возможности, желания собирать и правильно хранить, то тогда в нашем интернет-магазине nadgard.ru есть все эти 4 уникальных дикороса. Они представлены в порошках вакуумной сушки, то есть с сохранностью всех питательных свойств и лечебных свойств. Пятое. Антиоксидантная защита. Конечно, она жизненно необходима. И я советую из них 3. Первое. Дегидрокварцетин. Второе. Т8-экстра. Это такие полипринолы из пихтовой хвои. И в сочетании, в комбинациях, в течение дня, это оптимальный вариант этих двух. Ну а плюс к этому, конечно, куркума с черным перцем. Непременно мое видео куркума. Посмотрите. И речь, конечно же, идет о куркуме особой, камбоджийской, но не индийской, в которой в 7-8 раз меньше действующего вещества пигмента куркумина, нежели вот в этой уникальной камбоджийской. Плюс, обязательно ешьте как можно больше зелени и крестоцветных, то есть разные виды капусты. Брюссельская, пекинская, кальраби, цветная, ну и так далее. Проращивайте семена брокколи и ешьте микрозелень брокколи. Посмотрите мое видео об этом. Шестое. Витамины-антиоксиданты. В первую очередь, витамин С. И, конечно же, химический, синтетический витамин С. Не применяйте никогда и ни в каком виде. Синтетические витамины опаснее антибиотиков. Я рекомендую, конечно же, вот этот первый, единственный в мире, жидкий, концентрированный витамин С, полностью из растительного сырья. Вот этот в желтой бутылке. Где купить? Ссылка будет в описании, как и на все остальное, о чем я говорю под этим видео. Что ж, витамин Е натуральный, причем в его гамма-модификации, высокой концентрации. Это, конечно же, органовое масло, не имеющее аналога в мире. Лучшее органовое масло, это от моего товарищей коллеги, профессора Хусейна из Марокко. Его перфекционистский к производству масла подход, ну, гарантирует самое высокое качество. Да, чуть не забыл про фулевовые кислоты сказать. Что делают фулевые кислоты в организме человека? Это мощнейшие антиоксиданты. Мощнейшие. Аналогов нет. То есть, одна молекула фулевой кислоты содержит там, по-моему, 14 триллионов свободных электронов. Это проводник для питательных веществ. И более того, двухсторонний транспорт, то есть, эти молекулы забирают продукты метаболизма из клетки и более и качественно, и быстрее выводят их из нее. То есть, помогая лимфатической системе. Это и питание для митохондрии. Они начинают активнее работать. Вы их пробуждаете, по сути. Посмотрите видео непременно о этих фулевых кислотах. Ну, а дополнительно я советую микроэлементы селен и цинк. Принимать я рекомендую двойную дозу от рекомендованной на упаковке. И обязательно ешьте, добавляйте в салаты и так далее, чеснок. Ну, а если вам противен или нет возможности из-за запаха ходить на работу тогда, неудобно, неловко, то, пожалуйста, есть чеснок в вакуумной сушке. Он запах не будет давать, а питательные вот эти вещества, в том числе очень важные для кожи, будет. Ну и восьмое. Водородная вода. Это мощнейшая антиоксидантная защита. Ну и к тому же такая вода, ну, можно сказать, более текучая. Она легче и быстрее растворяет все ядовитые вещества, продукты распада клеток и выводит их из организма. И напротив, все витамины и другие питательные вещества, и лекарственные, лечебные, доводит до каждой клетки, отдает быстрее и активнее. Плюс, обязательно посмотрите вот это мое видео про заземление, потому что с помощью заземления выводится статическое электричество из организма, а также от земли даются свободные электроны в организм. Необходимо убрать сахара и все сладкое на вкус из своего рациона питания, ну, хотя бы как можно в большей степени. И не смешивайте несовместимую пищу. Мое видео «Раздельное питание». Что же касается интервального голодания, то это, пожалуй, один из главных факторов более качественной жизни, то есть продолжительной и более здоровой. Ну, а также здоровье кожи напрямую связано с интервальным, так называемым, питанием или голоданием 6-18. Ну и в завершении скажу вот еще что. Жиры без углеводов – это антиоксиданты, и это омоложение кожи. Заставьте организм вырабатывать естественным путем гормон роста, даже если вам более 25 лет, когда естественным путем гормон роста снижается в выработке. Ведь гормон роста – это гормон молодости. Вот запомните, инсулин, сахар снижают уровень гормона роста. Как и низкая физическая активность, еда на ночь, стрессы, алкоголь, табак и высококалорийное питание, они снижают выработку гормона роста. А вот голодание замедляет старение и увеличивает выработку гормона роста, причем и интервальное, и длительное. Но подготовка к длительному голоданию, я говорю о 10-20 и более днях голодания, а это очень хорошая тема, но нужно правильно подготовиться, чтобы не навредить себе. Необходимо убрать паразитов из организма. И вообще посмотрите вот это мое видео – лечебное очищение голодания, чтобы не сделать распространенные, к сожалению, ошибки, которые делают, допускают многие люди. Ну и в завершение скажу, что есть очень интересный крем для кожи, который омолаживает кожу, ее питает отчасти даже, и делает кожу более эластичной, упругой, молодой. Так вот это крем из желтков, меда и масла. Да, конечно, в яйцах еще есть лицетин, холин, для кожи это особенно важно, но есть уникальная разработка ученых Новосибирского Академгородка. Это крем, а главное гель глубокого проникновения для кожи, лица и других участков тела. Они не имеют аналога в мире. Гель действительно глубокого проникновения, то есть через эпидермис в дерму, и потому такой состав лечебен. Посмотрите обязательно видео про этот гель и крем. Вот это видео, ссылку на которое я оставлю вам под этим видео. Но теперь суть рецепта. И, конечно же, здесь эффективность будет зависеть от качества этих компонентов, от состава полезного и отсутствия вредного состава. Я рекомендую взять одну чайную ложку дикого меда. Он у нас есть, именно мед от диких пчел имеется в виду. Или перезимовавший мед тоже пойдет. Взять две столовых ложки оливкового масла, хотя, конечно же, можно льняного. И один желток от кур свободного выпаса без химии в содержании. Очень хорошо все это размешать и этот состав наносить на кожу, пожалуйста, рук, кто-то и на кожу лица. Пробуйте, у большинства людей будет только положительные результаты, причем, ну, буквально там в самое ближайшее время, даже в этот же день. Наносите на кожу лица на 10 в начале минут, на кожу рук и любые участки тела на 20 и более минут. Ну и потом смывайте слегка теплой водой. Смывайте не сильно, не надо сдирать с кожи. Никаких пятен у вас не останется, не волнуйтесь. Так вот, если вы будете делать так 2-3 раза в неделю хотя бы, то кожа будет подтянутой, мягкой, ровной, более светлой. Ну, в общем, одна польза. Учтите и применяйте этот рецепт. Ну, а на кожу лица я также рекомендую наносить крем веселка. Этот уникальный гриб зарекомендовал себя еще с древних времен, и славянские народы пользовались этим. И такая кожа не имела ни пигментных пятен, ни попелом, ни кератом, ни других различных неприятных проявлений на коже. Хотя помните, все, что проявляется на коже, это есть проблема внутри организма основная, а кожа это всего лишь зеркало. Корни внутри. Но об этом у меня было огромное количество видео про все проблемы с кожей на моем YouTube-канале. Смотрите его, и вы получите ответы на многие вопросы. А те мои советы, что я дал вам сейчас только что, учтите, если вы будете учитывать это в комплексе, то вы добьетесь очень хороших результатов буквально за месяц-два. Обязательно поделитесь ссылкой на данное мое видео со своими друзьями, товарищами, коллегами, близкими. Возможно, кому-то это мое видео поможет, и вы сделаете хорошее дело. Ссылки на все важные видео, о которых я говорил в той или иной связи или не говорил, я оставлю в описании под этим видео. Вот таким образом вы сможете их открыть на компьютерах или на смартфонах. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, все то, о чем я говорил, и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте nadgard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России, я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь, вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся, и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране. Поэтому спокойно оплатите, а мы вам спокойно вышлем, если работает почта России у вас, наш товар, ваш заказ, вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.